Доброго здоровья! Армения в древности – это государство или же географический регион, то есть некоторая территория, граница которой установили географы, по своим соображениям. Мы опять говорим об этом, мы об этом еще будем много говорить, даст Бог, поскольку за последние пару веков к берегам Армения прибило множество хлама всякого и приходится чиститься. Я прошу вас, найдите, пожалуйста, в интернете словарь «Брагауза и Фрон», это словарь, который составлен был в конце XIX – начало XX веков умнейшими, ученейшими людьми того времени, и найдите в нем статью под названием «Армения». Давайте посмотрим, что пишут в этой статье. Начинается статья таким образом, я цитирую. «Армения в своем полном объеме никогда или только кратковременно находилась как целое государство под управлением одного государя». Давайте еще раз. «Армения в своем полном объеме никогда или только кратковременно находилась как целое государство под управлением одного государя». Давайте представим себе, что Брогаус и Фон пишут об Армении как о государстве. Читаем. Подставляем сюда слово «государство». Государство Армения в своем полном объеме никогда или только кратковременно находилось как целое государство под управлением одного государя. Абсурд получается. Правильно. А теперь подставляем сюда понятие «географический регион» или, может быть, точнее, это называется «физико-географическая страна». Не знаю, не в географии, в этих тонкостях не разбираюсь. Будем называть «географический регион» – область. «Географическая область под названием Армения в своем полном объеме никогда или только кратковременно находилась как целое государство под управлением одного государя». Теперь все в порядке. Все складывается. В данном случае Брогаус и Фрон с самого начала этой статьи под названием «Армения» дают понять, что он говорит об Армении, как исключительно о географическом регионе. Есть еще упоминание здесь Тиграна Великого, есть упоминание в этой статье, там, где история, раздел найдете «История», упоминание о принятии христианства в 301 году. Есть много чего из того, что мы вот знаем сегодня, как историю Армении. Это официальная версия, с которой я лично не согласен. И Брогаус и Фрон, давайте я сейчас процитирую отсюда, «Тигран Великий был самым знаменитым государем этого рода, рода Гайка, присоединивший к завоеваниям своих предков, там, что-то, то-то, и малую Армению». То есть выходит, что изначально не вся Армения была Арменией, да? И вот к той Армении, которая была изначально, еще присоединили какую-то Армению. Опять же, мы говорим о том, что если было государство Тиграна, то это просто было государство на территории вот этого географического региона под названием Армения. А речь не шла и не идет вот в данном словаре о государстве Армении. Речь идет о географическом регионе. Ну, а поскольку мы здесь коснулись истории, то очень интересные вещи пишет Брогаус и Фрон и об истории Армении армян. Я снова процитирую. Много времени у вас не займу, тут все очень понятно. Армяне – это отрасль индоевропейского племени. Древняя история почти совсем неизвестна. Дальше. История же, обработанная нынешними армянами, видите, как написано, обработанная, не опирается на древнеармянские национальные памятники, которые неизвестны, как он же сказал раньше. Они, нынешние армяне, связывают свою историю с рассказами Ветхого Завета, что доказывает ее позднейшее происхождение по преданиям армян, по преданиям не по историческим документам, не по древнеармянским национальным памятникам, а по преданиям армян. Страна была центром древнего мира, раем, ну и так дальше. Потом вторично, после потопа, сделалась колыбелью рода человеческого. Тигран, принятие христианства, вот все эти истории с Ноем Брагаус и Фрон упоминают только в качестве преданий. Словарь не подтверждает, что это известная истинная история. Армении. Я думаю, что это вам будет полезно знать, хотя вроде бы словарь очень известный, да, но я уверен, что вы читали, да не вчитывались, да не вчитывались. Армения – это географический регион или, возможно, более точным будет сказать физико-географическая страна. Я предлагаю вам представить одну вещь, что на территории Азии существует маленькое государство с названием Азия. Вот такое государство. Республика Азия. Это государство, вернее, историки этого государства, значит, берут, находят везде, во всех источниках старинных, древних, находят упоминания Азии, собирают их, значит, там как-то они группируют и постепенно, потихонечку начинают выдавать историю всей Азии за историю конкретно вот этого государства Азии. То есть они начинают утверждать, что история всей Азии принадлежит этому маленькому государству, с населением, допустим, 2-3 миллиона человек из территории 30 тысяч квадратных километров. И они начинают утверждать, что все граждане вот этого государства, республика Азия, являются прямыми потомками этих древних азиатов и жителей Азии, которые упоминаются повсюду, повсюду, повсюду. Понимаете? Узнаете, да, этот почерк? И еще одну вещь хочу вам сказать. То, что в словаре Брогауза и Эфрона есть статья об Армении, это уже сам этот факт говорит о том, что Армения – это географический регион. Почему? Да потому, что во времена Брогауза и Эфрона, то есть в начале 20 века, территория, которую Брогауз и Эфрон описывает в статье под названием Армения, принадлежит Турции, России и Персии. Так вот, если бы, описывая территории Турции, России и Персии, Брогауз и Эфрон опирались бы на информацию о каком-то государстве, которого уже там 2000 лет почти не существует, это была бы абсурдная ситуация. Ну, например, описывая Египет, Брогауз и Эфрон стал бы говорить, что это вот территория Македонии. Да, то есть той Македонии, которую когда-то построил Александр Македонский, которой уже нет больше 2000 лет. Это ситуация абсурдная. Конечно же, и это очевидно, что вот в данном случае, в конкретном словаре, о котором мы сейчас говорим, в словаре Брогауза и Эфрона, Армения – это термин, который обозначает географический регион или физико-географическую страну. Всего вам доброго.